Всем здравия! С вами Народная Славянская Радио, Алексей Орлов, и сегодня я отвечу на реплику, очень интересную, на мой взгляд, от Андрея Астахова, которая появилась под роликом «Что такое Варна? Варновая система славяно-русов». Это фрагмент из выступления на втором съезде МСУ, который проходил в городе Воронеже в 2018 году. Итак, вот что Андрей написал. Да и еще. Если бы князь Святослав Игоревич услышал бы эти бредни, из которых следует, что он в детстве был не княжичем, а смердом, и то, что его малолетние сыновья Ярополк и Олег, да и Владимир не княжичи, а смерды, то вырванный язык этого рассказчика и засунутый ему в пятую точку был бы минимумом наказания, ибо князь он от рождения князь, а смерть он и есть смерть, и разница почти как Бог и человек. Вот такое вот веселенькое сообщение. Благодарю, Андрей, за добрые слова, благодарю за такое прям проникновение в тему, но отмечу сразу. Это было написано вами, исходя из вашего непонимания того, что было сказано. К сожалению, как в поговорке «слышал звон, да не знаю, где он». «Слышал знакомое слово», «смерть», может быть, слово «князь» там прозвучало, кажется, я его даже не произносил, и «варна» может быть тоже знакомое слово, и вот, исходя из этого, было сделано предположение такое. Это ошибочное предположение, потому что если вы посмотрите еще раз внимательно, не цепляясь только за знакомые слова, а улавливая суть, то тогда вам откроется ваша серьезная ошибка и грубое отношение, исходя из этой ошибки. То есть у вас две ошибки. Первая ошибка – вы не выслушали внимательно. Второй – вы сделали уже какие-то свои выводы ошибочные. И ошибочно стали вот так вот писать какие-то грубости. Итак, давайте-ка разберем следующее. Каким образом князь относится к варнам? Варна – это предназначение человека по жизни. Князь такой варны не существует. Поэтому здесь как-то не к месту было написано, что княжич, как здесь написано, от рождения князь, а смерть он и есть смерть. Княжич, может быть, но княжич – это не родовое, это не переходящее по роду значение, звание, должность. Это назначенная должность на момент какого-либо деяния тем, кто в эту должность попал, кого в эту должность назначили. Слово «князь» означает «тот, который следит за коном с точки зрения ясы, который поддерживает на веренной ему территории ясу». Отсюда идут и такие интересные названия, как ясаул, к примеру. Тот, который эту ясу всегда держит у лица и который готов рассказать, что и как в этой ясе написано для того, чтобы какие-то решать проблемы, для того, чтобы проблем не было. Тот, который изначально должен был следить за соблюдением той самой ясы, то есть закона. Современным языком закона. Ясно это или не ясно? Обычно так мы спрашиваем, когда обращаемся к кому-то, когда что-то пытаемся до кого-то донести. Поэтому князь – это только должность. И если даже рождается ребенок у князя, его могут называть княжичем, как ребенка, родившегося у князя, но при этом он не будет наследовать титул, должность князя. Я думаю, с этим понятно. Разобрались? Дальше идем. Что же такое варна? Варна – это предназначение, которое не зависит от назначений человека. Если человек сегодня назначен директором, завтра заместителем директора, послезавтра он уходит на пенсию, становится пенсионером, что меняется варна? Нет, варна его не меняется. Предназначение жизненное его осталось. Меняются его должности и статус. Но при этом варна, как была, так и остается. Варна – предназначение. То же самое с князем. Сегодня он князь, завтра его княжеские полномочия окончены, он может быть стать воеводой, может стать ратником, может быть на повышение куда-то пойдет. Князь – это должность. Далее вопрос такой. Вы рассуждаете от имени Святослава, но у вас есть корочка или удостоверение, какая-либо там расписка от имени Святослава, что он вам дает разрешение защищать его права, выступать от его имени. Если есть, покажите, пожалуйста. Потому что вот таких людей, которые приходят и от имени кого-то говорят, сегодня огромное количество, но ни у одного я не видел корочки. Все отталкиваются от какого-то своего сугубо личного представления, которое взялось из каких-то других представлений, умных книжек, умных слов, каких-то археологических раскопок, каких-то додумок и прочее-прочее. Вот до тех пор, пока вы не предъявите такое удостоверение или такую вот бумажечку с подписью этого уважаемого человека, наверное, не стоит говорить, что бы он сделал с тем, кто рассказывает. Может быть, он сделал с вами бы то же самое за то, что вы сказали. И это в сторону какого-то другого человека. Давайте-ка не будем таким образом, не разобравшись с чем-то, кого-то в чем-то обвинять или додумывать то бы, что бы с ним сделал. Так, что здесь еще интересненькое есть? Ну, интересненько, наверное, следующее, что в отличие от индуистского представления, о чем я неоднократно уже говорил, славяно-русское учитывает все стадии взращивания человека на этой земле. Есть варна предназначения. Если варна предназначения – жрец, то он и будет развиваться как жрец. Но так или иначе ему предстоит пройти все варны, которые находятся под жрецом. Не с точки зрения того, чтобы стать им, например, смердом или витязем, а с точки зрения того, что он проходит эти варны, исходя из своего уровня телесного, исходя из своего уровня телесного, личного опыта, знаний. Это не говорит о том, что он стал смердом. Он проходит варны, которые находятся ниже варны жреца. Чувствуете разницу? Пример. Если вы выносите мусорное ведро на помойку, это еще не говорит о том, что если вы оказались на помойке, вы стали помоечником. Или если вы идете по подворотне, в которой живут бомжи, вы еще не бомж. И если вдруг вы зашли в какую-то казарму, это еще не говорит о том, что вы солдат или офицер, который в этой казарме будет находиться. Вы находитесь здесь. Вы сюда зашли по каким-то, ну, может быть, призывам. Может быть, кто-то попросил вас зайти, или вам что-то надо кому-то передать. Вы на помойку зашли выкинуть мусор из ведра. Но при этом вы на помойке не живете и подворотня вы проходите не потому, что вы здесь обитаете. То же самое и в варнах. Все дети когда-то рождаются. Родившийся жрец не начинает сразу нести жизнеречение. Родившийся жрец сосет мамку, писается, какается, кричит, когда ему что-то не так, как и такие же, которые рядом с ним, не жрецы. Чтобы жрецом стать, он должен много что пройти в своей жизни. Понимаете это или не понимаете? Поэтому ему сначала предстоит взрастить свое тело, получить какие-то знания и научиться что-то делать в этом мире. И то же самое будут делать и другие люди из других варн. Только кто-то остановится в варне взращивания своего тела и дальше его больше ничего интересовать не будет. Кто-то перейдет дальше и станет мыслить, станет рассуждать, станет что-то из головы доставать, с точки зрения каких-то идей. Кто-то станет воплощать это. Кто-то станет мастером и соберет большую артель. Кто-то воином станет. Но жрец, используя прошлый опыт, будет все это проходить не с точки зрения, чтобы остаться в этом, а чтобы вспомнить, что было, исходя из условий нынешнего бытия, быстро это пройти и идти дальше. Таким же способом занимаются устройством своих производств умные директора. На моем веку я встречал несколько людей, которые, будучи директором, организуя какое-то предприятие, становились за станок. Например, приходит станок, он становится за этот станок, пытается разобраться, как он работает, пытается что-либо сделать на этом станке и понять, сколько нужно времени для того, чтобы человек с нуля начал с этим станком что-то делать, имея инженерное образование, имея какой-то примитивный опыт общения с другими станками, взаимодействия с другими станками. Потом он призывал мастера, который проходил опыт на этом станке какой-то и просил сделать те же самые операции, которые в дальнейшем нужно будет постоянно делать. с точки зрения мастера и смотрел, в чем разница по времени и в качестве изготовления. И у него складывалось сразу представление о том, что будет, если человек только пришел и какой-то опытный занимаются изготовлением одних и тех же деталей. И сразу стало понятно, сколько времени требуется вот этому человеку, сколько вот этому. Из этого исходило у него представление о том, сколько в среднем будет тратиться время на этом участке производства для того, чтобы изготавливать определенные детали или определенные конструкции или узлы конструкторские. То же самое здесь. Жрец, проходя варну смердов, не становится смердом. Он набирает необходимое то, что в этой варне есть и идет дальше. Далее проходит варну житий и он элементарно приучает свое тело к жизни. После этого он проходит следующую варну и так далее. И только к нужному сроку он становится жрецом. Да, до этого увеличивается его возможности с точки зрения взаимодействия с высшим, божественным и речения людям божественного. Он не останавливается в варнах, которые проходят. Вот это серьезная ошибка, которую люди, отталкиваясь от индуистского представления о кастовости и варности индуистской, делают постоянно. Но не все, к счастью, делают такие скоропостижные выводы, тем более с обвинением и какими-то там грубыми писаниями. Разберитесь, пожалуйста, в том, что такое все-таки славяно-русская варновость, чем она отличается от индуистской и юго-восточной. И вам тогда все станет очень и очень понятно. Ну, а для того, чтобы как-то уже окончательно убедить в том, что это надо знать, отвечу. Люди, знающие нашу славяно-русскую варновость, могут определять, кто находится перед ними и что с этими людьми можно делать без каких-либо долгих разговоров. сразу понятно, кто перед тобой, что ему можно доверить, а что нельзя, что от него ждать, а что не ждать, что с ним можно делать, что нельзя делать. это не просто психологические какие-то тренинги, это понимание покона вселенского бытия, сути нашей жизни и устройства этого мира. И славяно-русская варновость включает несколько очень важных элементов. Это и социальный статус, когда он появляется, когда нарабатывается. Это и возрастной опыт, когда он проходит, когда он укладывается в голову и когда он начинает проявляться. Это и варна, варна предназначения, а также варны прохождения и варны нахождения. Если вам не трудно, изучите это. Вот тогда давайте с вами уже пообщаемся с точки зрения человека ведущего и знающего, а не с точки зрения того, кто услышал знакомые слова и эти слова как-то не так в голове улеглись. Я думаю, что это подход взрослых людей, здравомыслящих. И напоминаю, что 13 апреля 2019 года в Москве будет однодневный семинар по теме варн, где мы поговорим про славяно-русскую варновость, а также поговорим про взаимодействие миров. Миров в широком смысле этого слова. Светлых, темных и серых. Где станет понятно, почему мы здесь, как это все произошло, и самое главное, как из этого выходить. на 7 я с вами прощаюсь, желаю всем добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру.